Так, ну собственно, о чем я буду рассказывать? Здесь в названии видно, что есть единая теория поля, но реально я буду рассказывать больше о следствиях, о единотеории поля, которую я пытаюсь развивать, которую пытаюсь построить, упомянул только ее модель, и эта модель связана как раз с енергетностью времени. Вообще, откуда все это возникло? Когда-то я предположил, что времени на фонаментальном уровне не существует, то есть, развивая следствие этого предположения, у меня получилась модель теории, которая, опять-таки, если верна, насколько я, конечно, не знаю, она может являться единой теорией поля. Теорию, которую я пытаюсь построить, она является полностью физической, то есть это не философская теория, но при этом так получается, что из измеренности времени есть целый ряд следствий, которые затрагивают наиболее ключевые вопросы и концепции философии, это необычно для физической теории, но... Вы можете, извините, пояснить термин «эмерджентность»? Эмерджентность — это некоторое явление, которое не существует на фонаментальном уровне, но которое возникает на уровне выше. Как пример такого явления, можно говорить, например, о законах термодинамики, которые, вообще говоря, не существуют на фонаментальном уровне молекул и атомов, но когда мы рассматриваем большие коллективы молекул, там, на уровне чисел авагадра, уже можно их применять в законах терминамики, которые, можно сказать, существуют во многом независимо от нижележащих... За счет чего, по вашему мнению, это возникает... Не, ну это уже потом, да, давайте. А то сначала расскажу, а потом вопросы. Эмерджентность — с чем? С кем? Эмерджентность — сама по себе? В общем, я считаю, что время является следствием некоторой более фонаментальной структуры. Что это за структура, я в процессе буду рассказывать. Да, соответственно, далее. Вот здесь вот видны ссылки на вихра. Это моя основная текущая статья по теории. Здесь же можно встретить далее. Другие ссылки. Теперь переходим, собственно, о времени. Что мы знаем о времени? Время — это то, что мы постоянно наблюдаем. Вот мы сейчас здесь находимся, пройдет время. А физика не знает, что такое время, природу времени. Все, что мы знаем, это некоторые описания свойств времени. В чем, вообще говоря, и предыдущие докладчики тоже говорили. Также не существует каких-либо свидетельств того, что время является независимым явлением. То есть, что ни от чего другого не зависит. Специальная общая теория относительность устанавливает связь между временем, пространством, гравитацией, которая вызвана материя. Ну и наличие такой связи означает, что время не является независимым явлением, связанным с пространством и материи. Физика знает свойства времени, отсутствует знание о том, почему время существует, почему оно направлено, существует только некоторая гипотеза, и существуют ли кванты времени, и можно ли путешествовать назад. Так, теперь про иммержентность. Ну, вообще, я уже ответил на этот вопрос частично, но, собственно, наличие какой-либо схемы, особо свойств, не присущих ее элементов, а также сумма элементов не связанных с особыми схемы образующихся свойствами, несладимая схемы схемы, к сумме схемы схемы компонентов. Ну, или другим словом, можно сказать, что это то, что, опять-таки, применение к времени, что на фундаментальном уровне времени нет, как я предполагаю, и оно является чем-то иммержентным. Но что означает, что на фундаментальном уровне нет времени? Какие из этого свойства следуют? Если нет времени, то это же означает, что общая грань нет движения, потому что движение происходит во времени. Вообще говоря, есть разные теории, которые обходятся, говорят, что обходятся без времени, но у них движение есть. Они говорят, что, ну, это, например, геометродинамика, это одно из направлений, которые развел он, например, Эйнштейн. Они, некоторые из них, ученые, которые занимаются, говорят, что у них времени нет, но, если приглядеться, то у них же есть динамика. То есть у них что-то меняется во времени. Какими свойствами должна обладать теория, которая полностью не обладает временем на фундаментальном уровне? Теория, которая полностью не имеет времени, она должна обладать тем, что для того, чтобы описать текущее состояние чего-либо, необходимо же, получается, не только прошлое, а знать о состоянии прошлого, но, вообще говоря, и будущее. Потому что, значит, что получается, значит, получается, что выделенное направление имеется прошлое, и только на основе прошлое мы описываем настоящее. Но для того, чтобы времени полностью не было, исключить, у нас, получается, прошлое и будущее должны быть полностью симметричны. Тогда нам получается, что, чтобы описать состояние И в какой-либо точке нам нужно прошлое, будущее, ну и по бокам тоже. Таких теорий, вообще говоря, мне неизвестно. То есть есть там теория, как раз тоже в самимеджентное время, там, не знаю, петлевая квантовая гравитация, там квантовая пена, там гравитация возникает, время возникает на основе некоторых разных свойств, там с термодинамики и так далее, связанных. Ну, в полной мере какой-либо теории, в которой полностью отсутствует время, отсутствует динамика, нет. Теперь рассматривая, ну, кроме того, что я предлагаю, рассматривая то, что у нас имеется законы общей теории относительности и прочие законы, которые устанавливают связь между временем и другими явлениями, можно сделать некоторые выводы. Так. Ну, сначала, я просто выясню, что у нас каждое явление, которое нам известно, чем-то вызвано, имеется причинно-следственная связь, ну, собственно, действует принцип причинности. Есть возможность сказать вероятность состояния любого объекта в будущем с некоторым ограничением. Но это опять тоже принцип причинности. Законы природы одинаковы во всем наблюдаем в пространстве всех инерциальных системах, отчетом. Теперь переходим, вспоминаем, опять-таки, известные там общие теории относительности и специальные теории относительности. Если у нас времени не существует, но при этом время, у нас есть связь между временем и пространством, то, наблюдаемым нами пространством, то возникает вопрос. У нас есть явление, которого нету. То есть оно является свойствами, проявлением некой более фундаментальной сущности. То есть оно, мы видим, что оно есть в том плане, что оно наблюдаемое, но что оно, его отсутствует на фундаментальном уровне. Но что это тогда может означать? Если оно является проявлением некоторой более фундаментальной сущности, и в свою очередь связанное с пространством, тогда можно сказать, что и пространство является проявлением этой же самой более фундаментальной сущности, потому что они между собой, получается, должны быть связаны. Применяя, собственно, ту же самую логику рассуждения, можно то же самое сказать про материю. Что если, поскольку материя связана, получается, со временем, через уровни общей теории относительности, Тогда получается, что и материя на фундаментальном уровне не существует, не должна существовать, и она тоже является проявлением некоторой более фундаментальной сущности. И тогда возникает вопрос, что же должно быть существовать на более фундаментальном уровне? Ну, у этой более фундаментальной сущности чего не должно быть? Не должно быть. Нет времени, не должно быть наблюдаемого пространства, нет материи. Соответственно, наблюдаемое нами время, пространство и материя должны являться порожденными, но или мерджентными явлениями на этой более фундаментальной сущности. И тут возникает интересный вопрос. Ну, если ничего всего этого нет, а как вообще модель-то можно построить без всего этого? Тут переходим далее. Если нет наблюдаемого нами пространства, что-то нужно построить. То есть должно быть послушать что-то, вместилище, на котором мы что-то должны сделать. И здесь появляется свобода выбора при построении дальнейшей теории. И что я делаю, что я выбираю в качестве модели теории? Я предполагаю, что на фундаментальном уровне существует евклидовое пространство с некоторым количеством измерений. Это количество измерений неизвестно, оно должно быть по ряду причин не менее четырех. Ну, собственно говоря, почему не менее четырех? А то, что у нас есть три пространства измерения, одно временное. И здесь я предполагаю, что на этом пространстве в каждой точке определено скалярное поле. Скалярное означает, что в каждой точке этого пространства фундаментально состоится в некоторое число. Поле характер, чем вызвано это поле, природа поля, неизвестно. Ну, то есть я никаких предположений не делал, но оно просто существует, и я смотрю из этого, пытаюсь выполнять какие следствия из этого имеются. Скалярное поле описывается, я считаю, что некоторым неизвестно дифференциальным уравнением. Считаю, что, ну, естественно, раз оно описано дифференциальным уравнением, оно, в общем-то, гладкое должно быть. Ничего другого, в том числе и временно, в данном уровне нет. То есть ничего другого, это означает, что нет, опять-таки, материи, нет каких-либо полей, ну, там, типа, гравитационного, там, или там, сильно-слабое взаимодействие электромагнитное. И, естественно, вот это модель теории, в рамках которой пытаюсь построить гену теорию поля. Ну, прежде чем переходить немножко дальше, могу сказать о текущем состоянии этой теории. На данный момент в теории построено, уравнение Шрёдингра получено, а, соответственно, принцип неопределенности Гейзерберга есть. Вообще, если здесь посмотреть, что у нас получается, что динамики на фундаментальном уровне нет, есть все описано с одним некоторым дифференциальным уравнением. Понятно, что на фундаментальном уровне получается полный детерминизм, но то, что мы наблюдаем некоторое, ну, даже неопределенность Гейзерберга, это, получается, уже возникает далее при построении там уравнений, которые должны описывать принцип причинности и прочее. Также имеется на данный момент построена в рамках этой теории общая теория относительности. Ну, как построена, выведено, получено, что в рамках этой теории необходимо, исходя из принципа причинности, который будет обоснован далее в рамках этого доклада, необходимо, чтобы существовала конечная скорость распространения, что эта конечная скорость взаимодействия должна быть конечной и одинаковой в всех системах отсчета. Также получено, что обоснован и выведен в рамках этой теории сильный принцип эквивалентности гравитации и ускорения, и, исходя из этого, уже можно получать уравнение общей относительности. Вообще говоря, уравнения общей относительности, они же выведены на основе запостулированного действия, и я могу показать, что общая относительность полностью улетворяет этой модели этой теории. Также из этой модели есть некоторые физические следствия. Эти физические следствия — это отсутствие кванта гравитации, что тоже достаточно несложно показывается. Это означает, что из этой теории следует отсутствие квантовой теории гравитации, что любая квантовая теория галлютации это теория противоречит ну собственно идем дальше к некоторым следствиям ну и вот в рамках этой теории в которой нет времени возникает просто что такое существование то есть если нет времени, нет динамики как определить существование то есть получается ни одна точка этого пространства фонументального она напрямую не может наблюдаться поскольку отсутствует наблюдателя в эту теорию необходимо каким-то образом ввести наблюдателя здесь я делаю определение существования и это определение делаю таким образом это по сути постулируется если безоревной системе приводящей к появлению эффективного пространства времени материи как порожденных явлений содержит также разумная жизнь которая может играть роль наблюдателя то будем говорить что такое пространство времени материи существует это порожденное пространство времени материи и о пояснении к этому определению Мы все как-то привыкли, и это считается логично, обоснованно, что для существования, для мысли нужно время. Но вот, предположим, что мы взяли четырехмерное пространство, и в этом четырехмерном пространстве построили, берем, например, человека, и последовательно в четвертом измерении ставим человека, но уже с другими состояниями. То есть эти состояния соответствуют тому, как если бы эти состояния были во времени. То есть используем четвертое измерение в качестве того, чтобы показалось разное состояние организма человека на определенный момент времени. И окажется логично, что то, что получится, не будет мыслить. Просто какая-то статика мысли того, что получится, не будет. Это же вообще философская категория. То есть мы считаем, что, да, у этого не будет, но на основе чего? Это же не физическое. Физического объяснения этому нет. То есть мы считаем, что здесь не будет мысли на основе философских категорий. Но если предположить, что мысли-то таки будут. То есть если мы используем дополнительные измерения в качестве того, чтобы, как это называется, чтобы последовательно разместить состояние, если у этого, что получится, будет мысли, если это то, что получится, будет себя осознавать, то здесь уже получается разумная жизнь. Это странное предположение. Оно во многом контур интуитивно и труднопонимаемо, конечно. Но предположим, что оно есть и уже смотрим дальше из этого следствия. Из этого возникают интересные следствия. Да, ну, соответственно, тут еще имеется постулат о том, что, связанное с предыдущим определением, основной постулат теории, что в порожденных пространствах времени материя разумно существует, может думать, чувствовать, что она реально существует, находится в бытии. Какие следствия из этого возникают? Из этого возникает принцип причинности, как следствие, и из этого возникает последствия антропных принципов. Принцип причинности возникает в том смысле, что мы не знаем никаких вариантов разумной жизни, кроме того, что основан на принцип причинности. То есть, как построить модель разумной жизни, которая не основана причинностью? У нас никаких моделей такой разумной жизни нет. Поэтому, что это означает? Это означает, что при построении теории, точнее, при выборе в этой теории разложения поля, для того, чтобы построить эволюцию системы, получается, что эти разложения и эволюцию поля необходимо делать только таким образом, чтобы там сохранялась причинность. То есть это, получается, требование причинности. То есть оно возникает для того, чтобы в системе был наблюдатель. Потому что если мы сделаем любые другие разложения поля, разложение поля используют для построения эволюции системы, то если в ней не будет наблюдателя, то тогда это будет означать, что это просто получается некоторое абстрактное математическое уравнение, которое ничего не значит. То есть в системе должен быть наблюдатель, чтобы ее наблюдать. И это же одновременно приводит к антропному принципу, что любые законы физики в порожденном пространстве Рима, которые, я в рамках этого доклада не могу все рассказать, он будет сильно ограничен о том, как именно это делается. Но любые законы физики, которые строятся, они, получается, должны в порожденном пространстве, чтобы в них необходимо, чтобы был наблюдатель. Потому что если наблюдателя нет, тогда это просто некоторое абстрактное пространство, в котором, собственно, ничего нет. Таким образом, из этого вводится антропный принцип, из этого вводится принцип причинности. Причем, вообще говоря, я думаю, что наличие довольно серьезного ограничения физических законов по отношению к тому, чтобы существовала разумная жизнь, там же очень небольшой диапазон параметров существует для того, чтобы разумная жизнь наша церковь существовала, это является скорее аргументом в пользу существования, в поддержку этой теории предположения об эмержантности времени. Смотрим дальше. Что нет дальше? Да, ну, следствие постулата, это, естественно, что получается, что принцип причинности выстекает из предложенного постулата, антропный принцип является прямым следствием. Ну, интересный еще момент, что из этого же постулата состоит ответ на вопрос, что есть первая причина. То есть причина, которая привела к всем другим, или, говоря другими словами, как появилась наша Вселенная, что было до того, как наша Вселенная появилась, что будет далее. И из этого вопрос, что есть первая причина. Так как сам принцип причинности является у нас, получается, эмержантным явлением, то есть он порожденным явлением, инфинентальном уровне его нету, то есть он вводится там же, где и вводится порожденное пространство-время, то получается, что попытка понять, что такое первая причина, это означает попытку применения принципа за пределы его области переменимости. Но в этом случае это означает, что, собственно говоря, вопрос не имеет смысла. То есть ответ на вопрос, что это первая причина, вопрос не имеет смысла, это попытка распространения концепции за пределы ее области применения. Также из предлагаемой теории и следствия эмержантности времени следует ряд философских следствий. Философские следствия, которые возникают, это, ну, во-первых, вопрос о свободе воли. Тут получается, что реально свободы воли полностью отсутствуют. Все полностью детерминировано, никаких отмельчений, никаких вольностей нет. Оно может сказать, что в некотором смысле, что свобода воли есть, наблюдаем на нами уровне, но более глубоко ничего нет, все полностью детерминировано. В некотором смысле можно сказать, что все события уже произошли, ничего нового никогда не произойдет. Опять-таки это следует из того, что если на функциональном уровне нет времени, нет динамики, то там, получается, ничего и не меняется. Другой момент, другой момент, то, что предлагаемая концепция и теория, она соответствует долговременному тренду философии. Когда-то, еще при Птолемии, у нас получается, что человек был в центре мира, затем по мере развития физики, копейеринки и прочее, переместили человека сначала на Землю, которая вращается вокруг Солнца, затем уже Земля начала вращаться вокруг центра Галактики. Потом еще выяснилось, что Галактика полным-полно. И в рамках этой теории получается, что человек вообще является эпифеноменом, от фундаментального поля, от него ничего не зависит реально. Но при этом есть еще... То есть теория соответствует долговременному тренду философии об уменьшении роли человека во Вселенной. Но с другой стороны, есть прямо противоположный результат. То, что у нас получается из этого же исследования, что сознание человека, оно более фундаментально, чем пространство, наблюдаемое нами Вселенной. Как это следует? То есть у нас получается, что наблюдатель, он по сути своим наблюдением порождает пространство-время. Это вообще соответствует некоторым воззрениям физики, например, концепции самонаблюдения Вселенной от Джона Уиллера. То есть это не что-то новое, хотя и достаточно малопопулярное направление. То есть антропный принцип участия тоже, который им сформулирован. Но, то есть, предложена закончена теория в рамках такого подхода на первое, то есть других мнений, они известны. У того же Уиллера есть там некоторые подходы, но именно законченной какой-либо теории или системы у него нет. И что у нас еще? Да, могу рассказать о текущем состоянии теории, что на данный момент, как я уже сказал, полученный принцип уравнение счета в нейротическом приближении. Показана причина, почему скорость света должна быть конечна, что она должна существовать, что скорость света и максимальная скорость взаимодействия должны точно совпадать между собой. Уравнение общего текущего относительности получено, специальная теория относительности получена. Уравнение Максова получено, там несколько, часть уровня Макса получена, часть, ну, там, немножко осталось, как мне кажется, но еще не получена. Для квантовой механики получено также уравнение Клейно-Гордон-Фока, уравнение Дирека также имеется. Ну, теория развивается, за последний год там очень серьезное развитие получило. Ну, наверное, пока все. К вопросам. Давайте поблагодарить. Можно вопрос? Как вы видите причинность без времени? Очень просто. Для того, чтобы была причинность без времени, необходимо каким-то образом вот на том пространстве, фундаментальном пространстве, где нет времени, построить разложение, скажем так, поля. То есть у нас есть фундаментальное поле, которое описывается, как я говорил, каким-то уравнением. Вот мы берем, вводим, ну, в некотором приближении, трехмерные гиперплоскости, и начинаем эти гиперплоскости сдвигать. И вот, используя разложение поля, начинаем смотреть на основе значений разложения поля на одной гиперплоскости, пытаемся предсказать эти значения разложения поля на другой гиперплоскости. То есть тут возникает что у нас получается? У нас получается, что возникает уравнение, ну, я могу легко написать. Подождите, зачем в гиперплоскости, если у нас причины, если в простых терминах объяснить, это у нас есть первоначальное состояние, и есть причины, есть средствия, и это все развивается во времени. Если вы сдвигаете гиперплоскости, это все равно происходит у вас во времени. Нет. Что бы вы не делали, что бы вы не делали, у вас все процессы происходят во времени. Время – это обнаружение причинно-следственных связей. Вы с этим согласны? Как только вы говорите причинно-следственные, у вас появляется время. Частично. Вопросов нет. Время у меня… Что такое время у меня? У меня время – это параметр эволюции уравнения. Это время, это в некотором, оно примерно равно, ну, если рассматривать вообще плоское пространство, то есть без скрывления гравитации, которое вносит дополнительно некоторые изменения, время – это расстояние фундаментального пространства между двумя точками. Это расстояние, это пространство. То есть, есть время? Нет. Все-таки? Один из вариантов определения, то, что я считаю, как я считаю, эмержентность, это такое явление, которое появляется, производное от некоторого явления на некоторой боли фундаментальной великой. Значит, в данном случае объектами является пространство, движение и материя. Эмержентность явления? Да. То есть, она на фундаментальном уровне человечества? Эмержентность времени связывает эти элементы так, что появляется новое качество. Новое качество в данном случае это само пространство, материя и время. Значит, для этого, для того, чтобы говорить о эмержентности времени, которое связывает разнородные феномены бытия, такие как пространство, время и вещество, или это материя, нужно предполагать, что первоначально я знаю свойства присущей материи, движения и пространства, и тогда я могу определить, появилась новая эмержентность. Не верно. А иначе смысл говорить о эмержентности какой-то? Хорошо, я уточню. Видимо, есть некоторое недопонимание, что в данной рамках данной модели предполагается эмержентность времени, пространства, материи и полей. То есть, когда вы говорите о свойствах материи, но нет материи на фундаментальном уровне, она тоже эмержентна. Поэтому... Не все эмержентно. Нет, не все, не все. На фундаментальном уровне у меня что-то есть. Эмержентность, что-то призывает наличие некоторого которые, соединяясь в мире, образуют новые качества. Но вы говорите элементы, множество. Это уже ваше предложение. Да не мое. Это определение. Значит, определите свое понятие эмержентности. Это что-то, что возникает некоторое явление, которое они сушуют на более фундаментальном уровне, на которое возникает и наблюдается на уровне выше. Это не переход количества в качестве? Нет. Это переход количества в качестве. Это тоже множество. Когда система элементов обладает свойствами, которые не обладают... Это похоже, но... Здесь отличается. ...чем как-то разговор, потому что... Есть скорее переход в качество в качестве. А квантуете? Вы говорите, что вопрос... Я сформулировал, но я ответ не услышал. Вы можете ответить на вопрос, который был задан. Еще раз. Той вопрос. Вопрос, как вы видите... Вот вы говорите там эволюцию, причинность, движение, и у вас нет времени. Да, нет времени. Это все во времени. Вот если простыми словами говорить, вот у вас есть фотография, например, там времени нет, но там нет и причинности. Причинность, это когда у вас есть две фотографии, например, до и после. Вот это причинность, и сразу время. Хорошая аналогия с фотографиями. Берем фотоаппарат и начинаем непрерывно фотографировать, ну просто снимать на камеру что-то происходящее. Затем берем эти фотоснимки и берем целый стоп накладываем последовательно друг на друга. Получается, это большая стопка фотографий. Вот этой... Ну что у нас получается? У нас может говорить, что... Ну хорошо, пусть это получается реально двухмерные снимки, но мы можем будем рассматривать двухмерное пространство со временем. И у нас получается, что вот есть у нас пространство двухмерное и есть время, третье измерение. И здесь вот наиболее сложный говорю момент в теории, то что... Предположить, что то, что получается, это и есть время. И что... И что вот если там будет что-то похоже на как бы разум на того, кто вроде бы может как бы думать, что он действительно сможет себя как бы самоощущать. что он будет разумен. Вот это наиболее сложный переход. Когда у вас исчезло время из стопки фотографий. Когда есть стопка фотографий, есть время. Вы даже можете сделать кино, так оно и есть. Это фотографии, которые последовательно демонстрируются. А у вас время волшебным образом куда-то исчезает. Время характеристики причинно-следственных связей. А у меня причина-следственных связей тоже следственных, ее фониментального, но у меня нет. У меня тоже она является следствием для того, чтобы существовал наблюдатель. Потому что если без причинно-следственных связей как бы... Значит, тогда в природе что выполняет функцию наблюдателя? Человек. Когда нету человека. когда нет разумной жизни, а не существует Вселенная. Есть разумная жизнь. Если разумная жизнь есть... Других измерениях. Ну, то есть... Бог, но для человека нет. Нет. Вот, допустим, вот есть известный вопрос. Существует ли Луна, когда на нее никто не смотрит? У меня ответ на этот вопрос такой. Когда на нее никто не смотрит, но где-то есть разумная жизнь, наша Вселенная, то у нас существует. Если Вселенная существует разумная жизнь, Допустим, у нас всегда только люди существуют, только человечество. Вот как только исчезнет разумная жизнь, то исчезнет и Вселенная. В том плане, что она превратится в математическую абстракцию. То есть это как вообще вводится аналогия с фотографиями? Можно дополнить? На такой вопрос существует. Можно ответить в ферменных, например, в компьютерной игре. Вот герой, когда выходит, и он, когда не смотрит на Луну, то есть Луна на экране у него не показывается. Здесь нельзя говорить, что она не существует. Она существует в памяти компьютера, просто в данный момент она на экране не отображена. Но компьютер ее просчитывает, он ее помнит, и просто в тот момент, когда герой развернут в другую сторону, Луна ему не показывается. Если у нас на фономентальном уровне нет материи, а материя возникает только когда присутствует наблюдателя. У нас могут другие сущности, например, деньги, законы. Вот если нет людей, да, деньги тогда исчезнут, потому что просто они потеряли смысл. Бумажки останутся, деньги перестанут. Или законы, то же самое. Это да. Вот те вещи, которые существуют в умах людей. Ну, если нет, то нет, они не понесутся. А вот насчет страны, это... Извините, есть желающие задать еще вопрос, недостаточно подискутированных. Пожалуйста, задайте ваш вопрос. Андрей Николаевич, включенный? Нет, не пожелаю. Большое спасибо, что вы такой молодой человек, поднимаете такие глубинные вопросы, которые, наверное, всех волнуют. Действительно, пространство, время, материя. Насколько я перевожу ваше слово «эмержентность», наверное, больше всего подходит порожденность, да? Рождается. Ну, может, перейдете на русский язык, когда на какой-то стадии. Я не то и то пытаюсь использовать, но эмержентность – это вообще греустоявшийся термин физики, но хотя порожденное тоже иногда использую. Значит, вот эти все сущности материя, пространство, время, в вашем понимании порождены какой-то сверхсущностью, которую еще мы не назвали… Не совсем, не совсем. Не знаю. Оно, я говорю, порождено фундаментальным скалярным полем, которое существует в некотором евклидном пространстве и некотором количестве зонемерения. И оно описывается в некотором дифференциальном уровне, которое еще предстоит найти. То есть я в процессе построения этой теории и последовательно уменьшаю пространство для этого поля. То есть уравнение, последовательно нахожу часть его свойств и надеюсь со временем их найти полностью. То есть найти это уравнение тераписы. То есть ни киевсу, ни киевсу, ни киевсу, ни киевсу мистика. Вы считаете, что порождено полем? Да. Вот такой просто тоже философский вопрос глубинный возникает. Хорошо, порождено, значит рождено. А когда-то это все появилось, значит? А когда-то умирает оно? Или же это процесс цикличный какой-то? Вот на этот вопрос как смотрим? А, цикличность и прочее? Нет. Значит оно когда-то умрет. Нет, никакой цикличность здесь не может быть. Потому что рождено умрет в кавычках, конечно. О фонаментальном уровне. Нужно время. Но если времени на фонаментальном уровне нет, то ничего не может не появиться, не исчезнуть. То есть можно сказать, что все события уже произошли. То есть мы всего лишь последних наблюдаем, но на фонаментальном уровне ничего не происходит и ничего не изменяется. А нет динамики. Вы же видите, как же не бывает. Это вам кажется, что не бывает в рамках особи. Ну, порождено и потом оно что, развивается бесконечно? Почему нет? В какой-то момент может так оказаться, что наши порожденные законы физики перестанут выполняться. То, что у меня получилось, там необходимо построить разложение. И это разложение не является полнофункциональным разложением. Там оно приблизительно. Исходя из того, что оно не является полнофункциональным разложением, следует, что на каком-то дальнем участке фундаментальном пространстве, не наблюдая пространство, это разное, а фундаментальном пространстве, может сказать, что эти уравнения перестанут выполняться. Вот в этот момент, вот в этой точке фундаментальном пространстве можно говорить о том, что наша Сирена проходит свое существование. Еще можно вопрос? В древней индусской традиции существует трактовка, что вот существует Кришна, высший божественный разум, и существует его супруга Шримати Ранхарани. Она является энергией. И что энергия может иметь различные состояния, состояние покоя, состояние движения. То есть возможно ли, что вот эти вот ваши, как сказать, взгляды, то есть каким-то образом перекликаются с этой теорией, что энергия может эволюционировать и состояние покоя, и состояние движения. А тут немного, как бы, раз поясню. Данная теория, она, если говорить о существовании Бога и прочее, она сильно ограничивает возможности для Бога существования. То есть она практически исключает, во-первых, возможности существования Бога. И если она подтвердится, то во многом будет подтверждением того, что Бога нет. А наш разум? Я уже говорил, что наш разум, это является эпифеноменом на фундаментальном поле метасириона. Но если существует наш разум, значит, может быть и высший разум? Для того, чтобы существовал высший разум, во-первых, нужна цель его существования, и как он может существовать? Если нет времени на фундаментальном уровне, то как он может существовать? А если наш разум существует, значит, то есть, значит, исключаем тогда существование нашего разума, если исключаем существование высшего разума? Неверно. Есть, существует теория подобий. Для того, чтобы предполагать существование разума, высшего разума в этой модели, вам нужно каким-либо образом придумать модель, как может существовать разум, мыслить себя постоянно, без того, чтобы было время, и влиять на то, на что повлиять вообще не важно. Все не понимают, как это вообще, в принципе, возможно. Все, как мне кажется, вообще невозможно. Вы признаете наличие высшего разума? Нет. Я считаю, что Бога нет. Я считаю, что если эта теория подтвердится, это будет подтверждением, доказательством того, что Бога нет. Ну а как Вы вообще живете, если вы считаете, что нет высшего разума? Это, вот я живу, отлично живу, и проблем у меня с этим нет. То есть, теория Бога без Бога получается? Почему? У меня вопрос. Когда такой философский вопрос, а имеет ли жизнь некий смысл, объективный? Если имеет, то в чем состоит? Я считаю, что смысла жизни нет, а смысл жизни заключается, ну, не знаю, ходите, развлекайтесь, придумайте, кажется, сам связанный смысл жизни. Вы же обязательны. Вы же обязательны. Нет, мы же обязательны. Вот ваш доклад говорит о единой теории поля. Но единая теория поля должна быть частью теории всего. Не совсем. Это, наверное, частью философской теории всего. Ага, вы именно о философской теории. Да, ну, а как бы частью, ну, вот я строю единую теорию поля, пытаюсь построить. Единая теория поля – это физическая часть теории всего. А вот физическая теория всего я не пытаюсь построить. Я сконцентрирован на определенную область, которая уже достаточно большая, и философской теории я не пытаюсь построить теорию всего. Понимаете, когда вы строите единую теорию поля без теории всего, у всех возникают какие-то непонимания, потому что у людей не только физические представления, там всякие свои, там бог и прочее. И когда вы не ставите вопрос именно о теории всего, которая охватывает не только физику, но и сознание, и методологию, и так далее, то получается разрыв, понимаете. Я строю теорию, я прекрасно понимаю, она все правильная, все. Но ее никто не поймет, потому что она не вписывается в теорию всего, к которой все пролыкли. Поэтому я просто говорю, что вашу теорию надо как-то включить в теорию всего. И без теории всего мы не обойдем. Во-первых, теории всего не существует, сосуд теории всего не существует. Поэтому вписывать эту теорию во что-то некуда. философской теории всего не существует. Есть набор вопросов. У меня более ограниченная задача, она уже очень большая, но ее нет. Не важно. Меня это не интересует. Я пытаюсь построить физическую единую теорию поля и пытаюсь ответить на ограниченный круг вопросов. На все подряд я ответить не пытаюсь. Это уже большая задача, которую я пытаюсь. Вы не понимаете? Мне это не беспокоит. То есть я не пытаюсь построить философскую теорию всего. То есть я пытаюсь построить физическую единую теорию поля. Это большая задача. Что-то у меня получается. Много еще проблем. Я последовательно решаю. На новые вопросы получается ответить. Новые. То есть занимаюсь ограниченной задачей. Но вы привлекаете наблюдателя, понимаете? А это уже... Да. В рамках моей теории, в рамках моей модели... Без наблюдателя у вас не получалось. Да. В рамках моей модели приходится затрагивать наиболее глубинные философские вопросы, затрагивать, извиняюсь, глубинные философские концепции. Можно сказать, что теория, вообще говоря, основана на субъективном идеализме. Это очень далеко и от материализма, но материализм, вообще говоря, есть под часть реализма. То есть эта теория не относится, наверное, к реализму. Это субъективный идеализм. Это очень необычно для физической теории. Но, тем не менее, нельзя сказать, что используя субъективный идеализм, оно противоречит физике в том плане, что имеют попытки построения теории, основанной субъективным идеализмом. Ну, не очень. Это уже теория всему. То есть вам приходится к ней прибегать. Давайте сворачивать как-то дискуссию, потому что вопросы можно задать, но дискутировать лучше, когда будет круглый стол. Я предлагаю последний вопрос. Выслушать, просить докладчика ответить. И на этом свернуть дискуссию. Потому что она перешла уже даже за рамки доклада на смежные области. На индуизм и так далее, и так далее. Пожалуйста, ваш вопрос. У меня к вам два маленьких вопроса. Совсем маленькие. Нагребается ли камень, который падает с крыши на Землю от гравитации? При ударе, да? А при падении? Понятно. Это когда он падает. Когда падает? При условии, что он падает в безвоздушном пространстве, нагреваться не должен. В гравитационном поле. Да, если падает в гравитационном поле в безвоздушном пространстве, нагреваться не должен. Но я не понимаю, какое это отношение имеет к моему докладу. Ну, хорошо. Но энергия поля в этом случае меняется. Меняется энергия электромагнитного поля вроде бы. Наверное, при сближении... Да, энергия выделяется, энергия выделяется, нахвата уходит. Ну, да, наверное, нагревается. Должно нагреваться. Ну, и что, какое отношение к докладу? Но только не понимаете. Таким образом, коллеги, есть у кого-нибудь уж такой вопрос, который, ну, никак не терпит отлагательства к докладчику? Есть такие вопросы? Нет. Ну, у меня такая теория, что все понятно. Ну, да. Я думаю, что, наверное, почти никто ничего не понял, но, тем не менее, что получилось. У нас есть возможность на круглом столе. Она не материстична, она словно с убективной диализмом. А сейчас я благодарю докладчика, надеюсь, что от имени всех. Доклад интересный, потому что точка зрения такая необычная. Необычная. Необычные были и раньше такие же. Да, 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 да. Но начались. Но не раскрыть. Раскрыть невозможно, слишком нехорошее успехление. За те минуты, которые отведены, трудно раскрыть большую тему.